привет дорогие подписчики и гости моего канала сегодня я вот решил поснимать инжир который у меня находится в теплице а именно хочу показать вам прививки вот этот сорт канадрия который был привит черенком осенью в прошлом году в этом году он уже вот вырос вот такой вот красавец завеснул вон видно что он привит на боковую ветку на вот этот неизвестный сорт который ходит по украине как белый адриатический еще его называют зелено желтый а вот видно канадрия привита канадрия на этот зелено желтый теперь тут же у меня привит на него поначи вот прививал я его в боковой разрез ствола можно делать за кору в прошлом году он у меня уже рос и вырос такой ствол вот он рогаткой как-то рос два ствола можно сказать выросли эти два ствола где-то около 50 сантиметров после прививки прививку я делал весной вот я его обрезал на черенки сейчас попробую показать он пеньки и вот сейчас этих пеньков опять новый прирост ну зима была теплая и он нормально перезимовал посмотрим как он будет дальше себя вести вот а это тоже привит был только уже не черенком а почкой сорт джин ауфен но опять таки мы не знаем что что это за сорт джин ауфен на самом деле какого у него настоящее название как всегда китайцы все переименовывают ну вот он сейчас растет такой также у меня привит на него фиг бланш вот он прививку тоже делал в прошлом году я уже не помню по моему в августе вот белая фига вот на вот эту вот боковую ветку а тут он остался такой как он есть этот зелено-жевтый вот он расходится тут на две ветки вот такой чудно рос на нем также вот саженцы тоже инжира разные сорта вот обратите внимание это узбекский желтый вот такой вот у него лист самый настоящий узбекский вот а есть вот дальше брунсвики брунсвики я показывал в группе фото на них я прививал почкой разные сорта которая получилась франции от галины вот почки уже поприживались вот видите вот это все новые сорта вот эти прививки я еще пока не размотал но скоро буду разматывать тоже и значит что я буду вообще с этими саженцами делать для того чтобы разбудить почку надо либо отрезать всю вот эту вот весь побег и тогда почка просыпается и идет в рост или же надо сделать кербовку делается накрест такие вот как бы надрезы над почкой или кольцо и тогда сок перестает как бы он упирается он поступает только в почку то есть он выше дальше не идет над почкой делается такой надрез и все и . просыпается я же буду делать немножко по-другому я сделаю воздушную отводку тут сверху вот так возьму какую-то там стаканчики или из кулька как делают обычно сделаю может насечки тут клонекс у меня есть и на каждый саженец тут и где-то штук 20 новых сортов я сделаю отводки вот этих брунсвиков сейчас я вам покажу еще раз вот лист брунсвика кто не знает какой лист брунсвика вот лист брунсвика вот обратите внимание так вот я отведу вот этих 20 верхушек и когда они пустят корни тогда я тут их прирежу тогда у меня на осень получается еще 20 подвоев на новые сорта показывал . все прижилось только почка спит пока ее как говорится никто не будил чуть позже этим буду заниматься и вот тогда можно будет обрезать и почка пойдет в рост сейчас я вам покажу еще вот один саженец вот у него такой вот ствол на нем привит сорт альма вот видите почка пошла в рост и вот сорт альма меня был всего лишь один черенок несколько почек на нем было и я привил на неплодоносящий инжир который имеет очень хорошую силу роста вот раз почку два почку вот эта почка и эта почка была в прошлом году сделана вот сейчас я вам расскажу про вот эту почку вот она и вот вот посмотрите и вот она в этом году уже вот это альма стартанул вот он уже так вырос это за за весну а это стартанула еще в прошлом году вот я ее тут обрезал верхушку и он пошел ветвиться эта почка не проснулась весной а вот это проснулась но почему-то вот так вот вылезла и остановилась теперь смотрите верхушка обрезана вот то есть да у него была верхушка я ее обрезал и когда я обрезал сок перестал идти дальше вверх и вот пошел прирост значит почему я не обрезаю сразу объясняю сейчас вам показываю вот на этой почке я вам покажу значит идет сокодвижение вот так вот идет вверх сокодвижение чем больше нарастет верху верхушка тем лучше зарастет срез вот где была прививка то есть нарастает калус вот эта ткань за на заживает хорошо но почка не стартует потому что весь сок все питательные вещества поднимаются вверх по стволу к листьям там где происходит фотосинтез и когда уже она прижилась уже нормально я знаю что вот все почка живая здоровая тогда можно обрезать верхушку все обрезаем верхушку и ждем почки пробуждаются вот и начинают расти те сорта которые вы прививали это сорт ред из рая почка вот видите живая прислал мне черенок по моему один или два я уже не помню александр крот вот получилось у меня с него сделать несколько прививок почкой и я еще поставил укоренять как видите все успешно приживается не надо бояться прививать прививайте прививайте инжир итак а теперь я вам расскажу почему лучше все таки инжир прививать они укоренять значит вот представьте вы получаете за например там 20-30 евро пару черенков из той же франции или из сша они долго едут вы ставите укоренять и в результате они у вас пропадают сгнивают то есть вы потеряли свои деньги а могли бы просто привить и получить саженцы и в этом же году сделать например с этим привитых саженцев уже отводки на своих корнях на собственных корнях лучше всего короче прививать еще момент значит если вам приезжают растения уже готовая с корнями то на корнях может быть галовая нематода вот какие-то вредители можете себе занести каких-то вредителей в почву потом это все у вас будет в вашей коллекции поэтому конечно лучше изучить как правильно прививать инжир если вы умеете прививать те же яблони то в принципе инжир вы успешно будете прививать что я делаю я уже когда-то рассказывал вот например я привил почкой это у нас джинауфин когда он пошел в рост вот он уже отрос тогда вы можете взять вот в это прям место там где он был привит намотать такой мешочек с торфом или с фагнумом и прям отвести вот эту вот почку привитую то есть вы тогда ничем не рискуете даже можно ничего тут не царапать если прививка свежая этого года то корни образуются очень быстро прям из калуса из вот этой ткани которая нарастает вместо вместе прививки и все и вы берете вот так отрезаете потом и у вас уже саженец вот представьте вам приезжает черенок с тремя почками то есть так вы его просто ставите укоренять у вас в лучшем случае если он укорениться получается один саженец а если у вас есть на что привить вы сразу можете его размножить и получить минимум три саженца то и больше это всего лишь за сезон поэтому осваивайте технику прививки инжира на этом я хочу с вами попрощаться до скорых встреч пока 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 Продолжение следует...